в этом выпуске я поделюсь с вами прогнозом курса доллара на сентябрь а также какие факторы будут влиять на курс в сентябре приветствую инвесторов на своем канале и давайте приступим и так в сентябре на курс доллара к рублю будут влиять такие факторы как сальдо торгового баланса цены на энергоносителей активность инвесторов действие правительства на валютном рынке и активность экспортеров важнейшими факторами по-прежнему остается геополитика а также санкции и экономические конфликты западом и к этому можно также отнести газовую войну с европой и о каждом из этих факторов коротко сейчас поговорим я начну с того что россия отказывается от иностранных валют международных расчетах а точнее доллары и евро россия хочет заменить юанем и первым из ключевых факторов в сентябре будет процесс девалютизации а также переход участников внешторговой деятельности на расчеты в альтернативных валютах факторы дедолларизации экономики перехода на расчеты национальной валютой с партнерами по ближнему зарубежью а также брикс в короткосрочном периоде могут способствовать при остановке роста доллара и евро российскому рублю но в целом факторов слабления рубля в сентябре я ожидаю больше чем спекулятивных факторов его укрепления следующим фактором в сентябре можно отнести влияние цен на нефть а также решение объект плюс которые примут министры стран на встрече 1 сентября и если же цены на нефть по итогам решения будут резко падать или же резко расти это окажет влияние на национальную валюту кроме того в сентябре на валютный рынок может вернуться бюджетное правило хотя и в измененном виде и это будет для рубля негативным фактором я конечно же не ожидаю резкого обесценивания рубля этой осенью даже если же бюджетное правило и вернется так как в целом интерес населения и банков доллару а также евро остается ниже чем в прошлые годы также в первой декаде сентября росстат опубликуют данные по инфляции за август и если дефляция которая фиксируется уже с начала лета продолжится это может стать для рубля от короткосрочным положительным фактором также хочу добавить что 16 сентября банк россии объявит решение по ключевой процентной ставки и я ожидаю что в этот день регулятор может понизить ставку случае продолжения дефляционного фактора еще на пять десятых пункта но это понижение для рубля может оказаться фактором ослабления следующий фактор который будет влиять на курс рубля это рост параллельного импорта его объем уже достиг 6 с половиной миллиардов долларов и он может достичь 16 миллиардов концу этого года рост серого импорта сейчас постепенно может скорректировать перекошенные в сторону экспорта торговый баланс россии что также может привести к ослаблению рубля спрос на валюту со стороны импортеров еще до конца не восстановился опубликованные 9 августа данные центрального банка по платежному балансу показывают что профицит счета текущих операций в июле составил около 28 миллиардов долларов что почти соответствует июнь скому уровню и объем российского экспорта по всей видимости по-прежнему высок а импорт восстанавливается очень медленно также избыток предложения валюты будет защищать рубль от существенного ослабления при этом рост объемов импорта месяц к месяцу после завершения сезона отпусков и начала учебного года увеличит спрос на валюты следующим фактором на курс доллара может сыграть ставка фрс сша хотя сейчас влияние настроение глобальных инвесторов на российском валютном рынке минимально из-за ограничений для нерезидентов слабый аппетит к риску на внешних площадках в ожидании ужесточения процентной политики фрс все же будет оказывать поддержку доллару и на российском рынке решение по процентным ставкам фрс сша объявит 21 сентября если же процентные ставки опять будут повышены на 75 сотых пунктов то доллар подорожает что также повлияет на ослабление рубля если подвести вывод то в целом сентябрь не выглядит поворотным месяцем для российской валюты а также экономики скорее всего стоит ожидать конца осени а также дальнейшего развития ситуации что же касается валют дружественных стран то тренд на рост объема торгов в дружественных валютах по-прежнему продолжается и на данный момент нет причин думать о его заморозке однако все же полностью запретить торги в долларах и евро будет довольно тяжелым решением поэтому рост объема торгов в тех же юанях все же выглядит ограниченным за полгода после начала войны на украине объем сделок с долларом на мосбирже значительно упал так в ходе торгов 15 августа совокупный объем сделок с долларом составил 119 миллиардов рублей против 405 миллиардов по итогам 15 февраля 22 года а по итогам торгов 18 августа объем сделок составил и вовсе 81 миллиард рублей сейчас розничные инвесторы покупают не только доллар и евро но и потихонечку скупают юани уже 16 торговых дней объемы в паре юани рубль на спорты рынке стабильно превышает 50 миллиардов рублей ежедневно и нередко превышают торговые объемы в паре евро рубль исходя из этого я ожидаю рост торговой активности в паре юань рубль этой осенью и до конца года ежедневные объемы торгов юаням могут вырасти до 80 миллиардов рублей ну давайте перейдем к самому главному это какой же будет курс доллара в сентябре и коротко скажу что я полагаю в конце сентября курс доллара попробует подняться выше отметки 64 рубля на фоне постепенного восстанавливающегося импорта а также возможных нововведений по модифицированному бюджетному правилу что же касается базового прогноза на конец этого года то я полагаю что он по-прежнему остается в районе 69 70 рублей за 1 доллар сша на этом если вам было полезно эта информация то ставьте лайки подписывайтесь на мой канал кто этого еще не сделал увидимся с вами в следующем выпуске всем удачи всем пока